Я хочу начать сегодняшнюю проповедь с одного очень замечательного текста книга пророка Исаии 55 глава 8-9 стих Исаия 55 глава 8-9 стих Господь говорит Мои мысли не ваши мысли не ваши пути мои пути 9 стих но как небо выше земли так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших человек создан со способностью мыслить мы все думаем размышляем над чем-то вначале мы думаем мы мыслим и потом соответственно тому что мы надумали или то над чем мы размышляли мы совершаем определенный путь я понятно изъяснил да но посмотрите что говорит Господь а мои мысли это не ваши мысли и 9 стихе он он такое дает сравнение небо выше земли вот точно так же разница между моими мыслями и мыслями мы живем сегодня в такое непростое время даже в среде христиан нелегко но я наблюдаю сегодня об одной опасности и знаете эта опасность она выражается в таком словосочетании я думаю вот я думаю и мы должны быть очень осторожны с этим высказыванием или с этим словосочетанием я думаю нет нет я ни в коем случае не хочу сказать что мы не должны думать мы должны думать но в принятии каких-то решений или в решении каких-то вопросов мы должны как люди верующие мы должны остерегаться этого выражения а вот я думаю почему потому что мысли наши намного ниже чем мысли Божьи и мысли Божьи это не не наши мысли и наши мысли это не мысли Божьи тогда чему мы должны научиться удивительное чудо рождения свыше когда человек принимает Иисуса Христа своим Господом он приглашает его в свою жизнь через покаяние святой дух входит в человека и человек обретает способность он приобретает ум Христов Библия говорит что рожденный свыше человек имеет не только ум человеческий но с принятием Христа в свое сердце в свою жизнь человек обретает ум Христов то есть что это такое это способность мыслить как Христос поэтому внутри нас в нашей голове мы это чувствуем мы это видим есть когда мы думаем я так думаю но есть еще и другое как Бог думает как Он мыслит мы должны быть очень осторожны и внимательны к этому выражению я так думаю я думаю очень часто мы нарисуем такой знаете свою картину и мы идем к этой картине и потом так случается вдруг что что-то не так пошло как-то вот моя картина она не не вырисовывается не получается так как я задумал все как-то по-другому и мы разочаровываемся мы приходим в уныние нам даже не хочется жить почему потому что Господь говорит мои мысли не ваши мысли и не ваши пути мои пути в этом есть проблема сегодняшнего христианского мира мы очень много и очень часто говорим и себе а я думаю вот я так думаю я так думаю и вместо того чтобы думать о том как думает Бог на ту или иную ситуацию мы продолжаем говорить я так думаю и это касается разных вещей нашего переезда смены жительства выбора работы нашей посещение богослужений вот может быть кто-то сейчас смотрит онлайн трансляцию и он сегодня утром для себя сказал а я а я думаю что лучше если я сегодня дома останусь и он нашел этому причины но я вам скажу те люди которые так думали и остались по этой причине испугались мороза или еще что-то они они многое потеряли уже многое потеряли вот мы должны быть очень осторожны к этой фразе я думаю и на этом основании рисовать картину рисовать план или путь направление как я должен жить и как я должен идти почему еще раз повторюсь потому что Господь говорит мои мысли это не ваши мысли и ваши пути не мои пути и между ними есть огромное расстояние огромная разница ну а сейчас я бы хотел подробно читать один текст одну историю и показать нам к чему может к чему могут привести наши мысли и наши пути к чему могут привести привести действия когда мы отвергаем Божий путь когда мы отвергаем Божьи мысли или когда мы думаем что наши мысли наши желания являются Божьим пути к чему это может привести И это трагедия сегодняшнего христианства, потому что многие люди приходят в разочарование, они встают в некий тупик. Четвертая книга «Царство», давайте мы откроем, пятая глава. Мы не будем читать весь текст, но я вам настоятельно рекомендую в этой главе, в этой книге прочитать пятую главу и шестую главу. Может быть сегодня домой прийти и все-таки еще раз перечитать ее, внимательно исследовав. Очень удивительная история. С первого стиха Нейман, военноначальник царя сирийского, был человек великий у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Посмотрите, мы видим описание человека успешного. Это успешный человек. Все, что можно было в жизни достичь, он достиг. Он был великим, знатным. Его знали. Его не просто знали, его очень сильно уважали. Почему? Они, люди видели, что Бог использовал его, он давал ему победу. И более того, этот человек был отличным воином. Успешный человек. Вы знаете, успешный. Но Писание там говорит, было одно но. Успешный, но несчастный. Успешный, но несчастный. Вы знаете, такое можно сегодня видеть. Мы, кто пользуется интернетом, можно наблюдать, как стать успешным. Сегодня очень много разных тренингов, бизнес-тренингов, сегодня психологических тренингов. Даже в церквях мы можем слышать такое, как стать успешным человеком. Как стать успешным. Как прийти к тому или иному успеху. Мы считаем этой историей. Нейман был успешным человеком, но он был несчастный. Почему? Проказа. Это болезнь кожи. Когда кожа твоя гниет. Вы знаете, друзья, гниет заживо. Это боль. Это доставляет определенные неудобства в жизни. Успешный, но несчастный. Вы знаете, о чем я подумал сегодня. У каждого из нас есть свое но. Успешный, но... Но. Однажды сириане, они пошли отрядами, взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Привели ее к Нейману, и эта маленькая девочка, она служила Нейману. То есть, что делали сириане? Они совершали набеги на Израиль. Грабили Израиль. И уводили в плен людей. Делали евреев рабами. И вот здесь Писание описывает, что они даже не гнушались маленькими детьми. Забирали маленьких девочек. И Нейман имел у себя такую служанку, маленькую девочку из еврейского народа. Вы знаете, вот эта проказа, она не была, наверное, видна многим людям в Сирии. Потому что очень часто мы прячем эту проказу. Никто из людей не показывает свои недостатки, которые есть у него в семье, которые есть у него в воспитании, может быть, детей, в работе, может быть, в личной жизни какой-то, в своем характере. И даже тогда, когда парень и девушка, они знакомятся. Вот у нас молодожены. Олеся, Александр, слава Господу. Но когда они общались друг с другом, еще не были муж и женой, они показывали самые лучшие качества, то, что у них есть. Правда, да? Но сейчас вы столкнулись с реальностью жизни. Да, так? И вы увидели теперь не только успешность друг друга, но вы увидели некие пятна. И может быть, даже кто-то был удивлен. Вот это да. Я не ожидал, что у моего мужа будет такое пятно. А я не ожидал, что у моей жены будет вот это пятно. Но! У каждого из нас есть это но. И вот это но мы прячем. Мы показываем наш успех, какие мы успешны, чего мы достигли. Посмотрите, посмотрите, какой ребеночек у меня. Посмотрите, вот какая одежда у меня. А ну что было под одеждой у Неймана? Никто не знал, кроме его жены и этой маленькой девочки. Эта девочка, ей надо отдать должное. Она была истинно, наверное, христианка. Потому что, несмотря на то, что ее отняли от родителей, сделали рабыней, она нашла в себе смелости простить и не желать зла человеку, который разрушил всю ее жизнь и лишил ее детства. Она увидела, как страдает Нейман, и она подошла к его жене, и она сказала третий стих. Если бы мой господин побывал в Израиле и съездил там к пророху, к человеку Божию, а он живет в Самаре, она указывает ему адрес, то этот человек Божий, он бы снял бы с нее проказу. Она дает ему правильное направление. Она говорит, я знаю, у нас в Израиле, там, в Самаре, живет один человек. Это не простой человек, это человек Божий. Бог использует его. И мы слышали и видели очень много чудес. Было время, когда он воскресил мертвого мальчика. Было время, когда он давал воду в засушливые времена. Мы много видели чудес. О, если бы господин отправился туда, он бы снял бы с него проказу. И жена передает Нейману эти слова. И у Неймана появляется надежда. Послушайте, самое ужасное, что может быть в жизни. Успешный, но несчастный. Как много таких людей, которые успешны, по-настоящему, они чего-то добились в жизни. Но когда ты начинаешь разговаривать с ними, они несчастны, потому что есть некое правило, есть некое пятно. И они не знают, они не могут справиться, они не знают, как изменить это, как исправить. Они прячут это пятно. И тут появилась надежда. Сказали, человек Божий может изменить всю твою жизнь. И девочка дала ему четкое направление. Первое, идти куда? В Самарию, там живет Елисей, человек Божий. Он снимет проказу. Что делает царь? Что делает Нейман? Четвертый стих. И пошел Нейман и передал это господину своему царю. То есть он пришел к царю спрашивать разрешение. И говорит, царь, там девочка одна сказала. Она сказала, что я могу получить исцеление. Вы знаете, друзья, это очень интересный текст. Это очень интересный стих. Когда ты уважаемый, когда ты на пике успеха, очень сложно признать пред кем-то, что у тебя есть пятно, что ты прокаженный. Очень сложно. Но он набирает в себе силы. И он признает, он приходит к царю и говорит, ты знаешь, я несчастный, я не могу так больше жить. Ну как, чего тебе не хватает? Ты ведь успешный, у тебя все есть. Тебя уважают люди. Ты знаменитый. У тебя хороший дом, жена. Посмотри, машина и не одна даже. Все есть, есть достаток. Он говорит, я несчастный. У меня есть эта проказа. Я несчастный. Это признать, для этого нужно силу. Знаете, но более всего нужно поверить какой-то маленькой девочке, рабыне. Это еще сложнее. Еще сложнее. Знаете, друзья, мы иногда недооцениваем людей, которые ниже нас. Мы не готовы принимать от них Божье Слово. Но именно так бывает очень часто. Из людей к нему или положению меньше нас. Они меньше нас образованы. Они меньше нас знают. Но Бог употребляет именно их. Я знаю, здесь вот сидит молодежь. Когда я что-то вам говорю, как пастор, вы слушаете и даже принимаете. Но когда ваши родители вам говорят то же самое, почему вы их не слушаете? Почему вы не принимаете то, что они говорят? Я вас не кормлю, я не даю вам никакую одежду, я не покупаю, не оплачиваю вашу учебу. Но вы слушаете то, что я говорю, и иногда делаете. А ваши родители, они намного больше делают для вас, чем я. Но так бывает в жизни. Мы не слушаем тех людей, которые ниже нас в чем-то, или которых мы считаем, что они в чем-то ниже. Мы что-то видим в них. Но именно через таких людей очень часто Бог обращается к нам, чтобы изменить ситуацию. И не пренебрегайте этими людьми, простыми людьми. Я скажу про свою жизнь. Больше 20 лет я верующий. И всякое бывало. И ты ищешь лица Божия и говоришь, Господь, дай мне ответ. В большинстве случаев Бог всегда давал ответ через какую-то бабушку, через какого-то ребенка. Мы ищем каких-то великих таких вот откровений, что придет какой-то такой большой человек, и он что-то проговорит в мою жизнь, моя жизнь изменится. Но посмотрите, маленькая девочка, Бог употребил маленькую девочку-рабыню. Что делает Нейман? Он взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежды. Это примерно 35 килограмм серебра и 35 килограмм золота. Зачем он это сделал? Зачем он взял? То есть раньше он оттуда золото вывозил из Самарии, а сейчас он берет с собой перемену одежды, и он направляется в Самарию. Для чего он взял золото? Послушайте, я так думаю. Для чего? Ну я так думаю. Для чего ты взял эти деньги? Для чего? Ну я так думаю. Я приду к этому человеку. Я так думаю. Я дам ему золото, 35 килограмм серебра. Я дам ему 10 перемен одежды. Это хорошая одежда, это хватит ему на всю жизнь. Я так думаю. И он исцелит меня. Я так думаю. Но мы так тоже думаем иногда. У нас есть своя картина, у нас есть свой план. Но помните, с чего мы начали? Господь говорит, мои мысли. Это не ваши мысли. И ваши пути. Это не мои пути. И разница между вашими путями и моими, вашими мыслями и моими. Разница, расстояние очень большое. Теперь посмотрите еще. Очень важная вещь, которую я хочу сказать. Друзья, послушайте. Мы можем очень много раз слышать Божье Слово. Но наша жизнь так и не изменится. Ты можешь 15 лет посещать собрание, читать Библию, знать ее очень хорошо. Но ты можешь находиться в одном положении. Твоя жизнь так и не изменится. Ты можешь даже исповедовать, провозглашать, но жизнь твоя не изменится. Знаете почему? Потому что жизнь меняется только тогда, когда мы берем это Слово и поступаем по Нему. Когда мы действуем по Слову Божьему. Когда мы живем по Слову Божьему. Смотрите, что происходит. Девочка сказала ему, пойди куда? В Самарию. Кому? К пророку. А что делает Нейман? Шестой стих. И принес письмо царю израильскому. Что он делает? Он уклоняется от сказанного слова. Почему? Ну я так думаю. Я так думаю, надо же к царю. И царь ему прикажет. Он же царь израильский. Он ему прикажет, этому пророку. Или позовет этого пророка. Скажет, пророк, приходи. И мы будем там сидеть с царем израильским. И потом этот пророк придет тоже. И я с ним поговорю так вот в такой обстановке. Дам ему золото, серебро, одежду. И он меня исцелит. И я так думаю. Смотрите, как далеко заходит Нейман. Но девочка сказала очень простую вещь. Она сказала, в Самарии найди пророка, и он снимет с тебя проказы. Посмотрите, дальше как ситуация разворачивается. Царь израильский, то есть он приходит к царю израильскому. И письмо приносит. И письмо от царя сирийского. То есть, представляете, там какая у них схема уже. То есть, ты царь сирийский, напиши письмо царю израильскому. Чтобы я это письмо принесу. Он прочитает это письмо, позовет этого пророка. То есть, там такая схема. Откуда она взялась? Откуда она нарисовалась? Я так думаю. С чего ты взял, что так будет? С чего ты взял? Кто тебе такое сказал? Ну, я так думаю. Он приносит ему письмо. Царь израильский открывает письмо. Сирийский царь ему пишет. Вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего. И он говорит, ты сними с него проказу. Кто? Кто должен снять проказу? Царь израильский? Царь израильский должен снять проказу? Кто? Елисей? При чем здесь царь израильский? Ну, я так думаю. Он же главный там. Вы и правда думаете, что ваша жизнь зависит от правительства? Вы и правда думаете, что ваша жизнь зависит от царя? Ну, да, я так думаю. Я не думаю. Я так не думаю. Мы попадаем в некую ловушку. Я так думаю. Иногда кто-то думает, и мы начинаем тоже так же думать. Мы заражаемся чьей-то мыслью. И в конечном итоге, ты откуда это взял? Ну, наверное, скорее всего, я подумал так, как он подумал, или так, как он сказал. И мы уклоняемся, мы уходим далеко. Но девочка сказала, если ты хочешь быть счастливым, пойти в Самарию, и там человек Божий, он снимет с себя проказу. Мы слышим Божье Слово, но поступаем по-своему. Мы вникаем в проповедь, мы вникаем в Слово. Мы видим, как Бог думает, как Он размышляет. Но принимаем решение, как мы думаем, как мы считаем важным, как мы считаем нужным. Посмотрите, когда мы заканчиваем его приход к царю Израильскому. Царь Израильский, 7 стих, он прочитал письмо, разодрал одежды. И говорит, разве я Бог? А дальше, посмотрите, он говорит, я не Бог, чтобы умерщвлять и оживлять. Почему он посылает ко мне? И дальше, вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Посмотрите, что происходит. Государство на грани войны. Царь говорит, сейчас он пришел сюда. Они в прошлый раз приходили, грабили нас. Они в прошлый раз приходили, забирали в рабы наших женщин, наших детей. И сейчас они пришли, они ищут предлога. Что я Бог, чтобы снять проказу. Я не Бог. И страна находится на грани военфликт. Я не буду сейчас говорить о том, что царь Израильский жил прошлым. Это правда, это очень опасная вещь. Он не увидел в Неймане Вот эту проблему, он не увидел пятна. Он жил прошлым. Но не об этом речь. Но тем не менее, вот эти неправильные мысли Неймана и неправильный путь Неймана приводит его в тупик. Он с расположением сердца, с радостью едет, чтобы с него сняли проказу. А мы видим, не то, чтобы никто с него проказу не собирается снимать конфликт. Что ожидает тебя? Тебя ожидает возвращение домой. Собирай Нейман Манатки и возвращайся домой. Вот что тебя ожидает. Почему? Братья и сестры, почему такое происходит? Почему мы идем, мы слышим Божье Слово, мы идем, но оказываемся в тупике. Почему? Я так думаю. Я так считаю нужным. Я так думаю. Мы слышим Божье Слово, но поступаем по-своему. Очень много есть текстов из Священного Писания, где написано, в точности исполняй то, что сказано тебе. В точности. Я представил себя на месте Неймана, знаете, такой тупик. И что мне теперь делать? И что? Может быть, все это глупо. Может быть, эта девочка просто ей что-то взбрело там в голову. Я здесь, я потратил столько времени, столько сил. Мои надежды все рухнули. Разочарование. Но знаете, в чем особенность Божьих людей? Они всегда используют кризисную ситуацию, как возможность для явления Божьей силы. Кризис или проблема для Божьего человека, для людей, которые верят и следуют за Богом. Для них это всегда возможность. Слава Иисусу. И Елисей, написано, человек Божий, он услышал об этом. Он услышал, что царь разодрал одежды. Он услышал, что назревает конфликт. Знаете, мы же ведь тоже слышим, когда конфликт какой-то назревает. Махом. Мы же понимаем, обстановка накалилась в стране, в обществе. Мы это видим. И Елисей, он услышал. И знаете, он посылает сказать царю. Говорит, царь, для чего ты разодрал одежду? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Посмотрите, что делает Елисей. Он направляет Неймана на правильный путь. Он направляет Неймана в ту сторону, которую направила его девочка. Вот что делают Божьи люди. Вот что делает Бог. Знаете, очень часто мы так смотрим. Да я не буду его путь направлять. Он сам заблудился. Сколько он зла сделал здесь нашему народу. Сколько он зла сделал детям, матерям. Я не буду его направлять. Он сам запутался. Он сам не поступил по Слову Божьему. Это его проблема. Так думают мирские люди. Но Божьи люди, они думают иначе. Они помогают. Если они видят, что путь исказился, они помогают вернуть человека на правильный путь. Царь, зачем ты разодрал одежды? Скажи ему, пусть придет ко мне. Пусть придет. Девятый стих. И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. Все. Вот. Ты уже у цели. Правда? Уже у цели. Уже. Как девочка сказала. Девочка сказала, ты найдешь этого пророка, приедешь к нему, и он снимет с тебя проказу. Я у цели. И я стою у дверей дома Елисея. Жду. Позвонил в дверь, жду. А что ты ждешь? Ну, как бы я думаю. Что ты опять думаешь? Ну, я думаю. Я-то думаю, что сейчас Елисей выйдет, скажет, здравствуй, уважаемый Нейман. Мы много наслышаны о тебе. Ты великий человек. Возложит руку мне на плечо, помолится и проказа уйдет. Я так думаю. И я, конечно, отблагодарю его. Дам ему и золото, и серебро. Похлопаю по плечу и скажу, молодец Елисей. Ты настоящий муж Божий. Аллилуйя. И вот он стоит на колесницах, на лошадях, ждет. Я так думаю. Но Бог говорит, но мои мысли, они не таковы, как твои. Десятый стих. Посмотрите. И выслал к нему Елисей слугу. Что? Сам не вышел никакой красной дорожки. Слугу. И слуга выходит, посмотрите, и говорит. Елисей мне так сказал. Тебе нужно пойти, омыться семь раз в Иордане, и тело твое обновится, и ты будешь чистым. И ушел. Что? Смотрите, одиннадцатый стих говорит, и разгневался Нейман. Вы можете себе представить. Знаете, почему мы гневаемся? Потому что что-то не по-нашему выходит. Выходит не так, как мы думали. Не тот стих, который мы написали. И когда это происходит с нами, мы в недоумении, а потом мы начинаем гнев и психоваться. По-моему, я так думал. Да я так думал. Это пришло ко мне в молитве. В молитве пришло, как ты думал. Я думал, что так надо, что это по Богу, по Божьей воле. И оно не выходит по твоему написанному сценарию совершенно другое. Ты даже не мог себе представить, что этот Елисей, он не выйдет к тебе. Просто вышел слуга. Куда мне пойти? Куда? Представляете, какое было поручение? Вот если бы я вам сказал, знаете, вот здесь вот есть такая штучка. Найти бы ее надо. Зашито. Если вы сюда зайдете, вы получите исцеление. Как это выглядит? Пастор говорит, ну если вы за шторку зайдете, вы получите исцеление. Кто? Кто готов? У тебя все в порядке, пастор? Ты о чем? Какую-то глупость ты говоришь. Чтобы я пошел в грязной реке, в котловане? Ты даже не представляешь, в каких бассейнах и реках я плаваю. И я пойду в Иордан, в эту грязную речушку, да еще семь раз? Никогда. Никогда. И посмотрите, 11 стих. Он говорит, вот. Я думал, теперь вот его сценарий, с которым я ехал. И у него сценарий в голове. Я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа, Бога своего. И возложит руку свою на то место и снимет прохазу. А он мне говорит, встань за шторку и все будет у тебя нормально. Вы понимаете, какая разница между Божьими мыслями и нашими мыслями? Какой сценарий мы себе рисуем? И какой сценарий есть у Бога для тебя? 12 стих, последнее предложение. Посмотрите. Это картина, которая ожидает многих людей, христиан, которые не идут по Божьему пути и не умеют и не хотят учиться думать мыслями Бога. И обратился и удалился в гневе. Девочка направила его в Самарию, к пророку. Сказал, он 100% снимет с себя проказу. Он запутался в своих мыслях, в своих путях, пришел к царю там. Чуть конфликтная ситуация, война чуть не началась. Елисей направляет его, выправляет его путь. Он приходит уже вот-вот, вот-вот исцеление будет. Вот-вот, чуть-чуть осталось. И что? Нет. Это не по моему плану. Это не по моему сценарию. Нет. Я не согласен с этим. Я не буду это делать. Потому что я вот так вот думаю. И он обращается, оборотился и удаляется в гневе. Удаляется. От чего удаляется? От счастья. Потому что причина того, что он оказался в Самарии, он искал счастье. Он был успешным, но несчастным. Он искал возможность освободиться от этого «но», которое мешало ему жить. И он удаляется. Знаете, удаляется, это не просто отошел от двери. Это он удалился далеко. Мне нравится у Исаии 55 главе, где мы читали. Десятый стих, продолжение. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, «Оно не возвращается ко мне тщетным, говорит Господь, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Нейман удаляется от своего счастья. Я думал, я думаю, братья и сестры, я думал, и я думаю, очень часто удаляет нас от нашего счастья. «Я думал, а я-то думал». Послушайте, ваши мысли – это не Божьи мысли. Задай себе вопрос другой. А как, Боже, как ты думаешь? Что ты думаешь? Боже, я не понимаю, что происходит. Что ты думаешь? И то, что он думает, очень часто бывает нелепым, бывает каким-то странным, бывает непонятным нам, вызывает внутри нас несогласие, бунт, противоречие, потому что мы привыкли так думать. Все по-другому. Бог говорит, прощайте, прощайте. А мы говорим, вот он придет, когда ко мне, попросит прощения, я его прощу. А Бог говорит, нет. Он даже не собирается к тебе приходить и просить прощения. Ты должен его простить. Но я думаю, и ты находишься в своей проказе. Ни мира, ни счастья, ни радости, ни изменения ситуации. Ты обращаешься в гневе и удаляешься от своего призвания, удаляешься от того, что Бог обещал тебе дать через какую-то маленькую девочку. У Бога не так, как у людей. И мы должны научиться думать, как думают в небесном царстве, в Божьем царстве, Аллилуйя. Мне нравится эта история. Она заканчивается очень радостно. У нее счастливый конец. Потому что Слово Божье догнало. Когда мы уходим, мы бежим. Я могу представить, Нейман, как он шел в гневе. Боже, я остался в своей проказе. Ничего не изменилось. Царь не мог мне помочь. Даже Божий человек. Я удаляюсь, я ухожу, я возвращаюсь к своей старой жизни. Слово Божье догоняет. Такое удивительное Божье Слово. Бог так любит нас, что он преследует нас. Слава Иисусу. Самая удивительная вещь, когда Бог преследует тебя. Я могу преследовать бандиты, грабители. Могут преследовать тебя твои долги, кредиты, и кредиторы, тебя могут преследовать. Полиция. И это страшно, это неприятно. Но когда тебя преследует Бог и Его Слово, это замечательно. Почему? Потому что Божье Слово, оно не возвращается тщетным. Оно производит изменения. И мы очень часто слышим, как Слово Божье летит к нам. И знаете, что мы делаем? Мы отбиваемся. Мы как бы говорим, да, это Слово Божье, но я все-таки думаю, оно неприменимо к моей ситуации. Оно неприменимо к моей жизни. Так сложилось. Вот так получилось у меня. Ничего невозможно изменить. На мне вот какая-то такая вот особенная кара. Ну и если это что-то произойдет, то произойдет вот так и вот так. Вы знаете, я был в Монголии. Одна семья. А Бог призывал их ехать в Киргизию на миссию. И в Монголии очень сложно с работой. Там есть российские предприятия. И на этих предприятиях, если ты попал на этот завод, то у тебя есть стабильный, хороший заработок. Ты можешь жить, прожить, съездить даже, отдохнуть. Но если ты вдруг по какой-то причине уволился, то твое место сразу займут. Сразу какой-то монгол его займет. Или монголка. Поэтому там люди держатся за эти места. Их не так много. И там мне рассказывали, одна семья. Бог призывал их ехать на миссию. Но знаете, как они говорили? Они говорили, у них хорошая работа. И они говорили, ну вот пусть Бог что-то как-то сделает. Что-то вот особенное сделает, чтобы у нас были и финансы, чтобы у нас и работа сохранилась как-то. Ну вот пусть Бог вот как-то. И мне пишет брат, он говорит, знаешь, вы приехали туда, послужили, и это семья. Они пошли, получили расчет на своем производстве и уехали на миссию в Киргизию. Счастливые, говорит, ты даже не представляешь. Счастливые. Они мучились. Мучились. А когда Божье Слово достигло их, они стали счастливыми. И я-то думаю, что вот если у меня будет хорошая работа, тысяч 50 в месяц или 70, я буду счастливым. Я-то думаю, что вот я женюсь, выйду замуж и буду счастливым. Вы чувствуете, что дело-то в другом совсем? Чувствуете, что дело-то в счастье, оно вообще с другого места приходит? Вы чувствуете? Да? Ну я-то думал, а что думает Бог? И посмотрите, это удивительно. Пошли рабы. 13 стих. Да, Бог использует простых рабов. И они пошли, и они говорили ему, говорили, Государь, Отец наш, Господин. Ну, если бы что-нибудь важное сделал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? Ну, простая вещь. Пойди окунись 7 раз. Ну, ведь ничего сложного нет. Мы иногда накручиваем себе какие-то сложные вещи. Он говорит, ну, если бы сложное что-то пророк сказал тебе сделать, ты ведь сделал бы, говорит, залезь вот на ту гору и получишь цели, полез бы. Ты бы сделал. Но он просит у тебя вот такую маленькую вещь, говорит, просто зайди в эту реку и омойся. Ну, грязная, ну, ты не переживай, мы водички накипятим, там, ты окунешься, и мы помоем тебя. Ты не переживай. Если ты боишься микробов каких-то подцепить или там заразу, мы все сделаем, мы обработаем. Ну, сделай. Вы знаете, это слабошее, таких рабочих, они видели его страдания. Они видели, как он мучается. И они любили его. Сделай. И так Божье Слово, Бог, Он любит. Так выглядят Божьи слуги. Бог любит, Его Слово любит нас. Оно не оставит нас в покое. Если мы бежим от Бога, от Божьего Слова со своими пятнами, оно будет нас преследовать. Вернись, окунись. Пятнадцатый стих. И возвратился к человеку Божию Он. Пятнадцатый стих. И возвратился. А что предшествовало? Четырнадцатый стих. Он пошел. Он пошел и сделал. Чтобы возвратиться, нужно пойти и сделать. Слово Божье меняет нашу жизнь только тогда, когда мы пойдем и сделаем так, как написано. Не тогда, когда мы услышим. Не когда, когда ты пятьсот раз будешь это провозглашать, как мантру. Нет. Когда ты пойдешь и сделаешь, как написано. Но это считается нелепым. Да, это нелепо. Да. Оно так выглядит. Потому что твои мысли отличаются от мыслей, которые думает Бог. Да. Что, так просто, что ли? Так просто. Жизнь изменится тогда, когда ты пойдешь и сделаешь. И Он пошел. Он нашел в себе смирение. Вы знаете, это не так легко. Когда ты дошел до какой-то вершины. Когда ты успешный человек во всех делах своих, уважающих. Что-то по-твоему. Не так, как ты планировал. И здесь тебе говорят, пойди и сделай. И тебе надо с этим носом. Свою гордыню. Своё я. О, как страшная вещь гордыня. Позволяет сложие. Сделать гордыня. Это то, что мешает нам быть счастливыми. 14 стих. И пошел он и окунулся в Иордании семь раз. Как? По слову человека Божия. Девочка направила его к человеку Божию. И что теперь? А теперь ты должен сделать то, что скажет тебе человек Божий. А теперь ты должен Божий, что сказал? Посмотрите, как удивительно действует человек Божий. А он сказал ему, пойди туда, там, где Бог. Вот если ты пойдешь туда, где Бог, где Его Дух, там ты получишь исцеление. А где это? На сегодняшний день Бог ждет тебя на Иордане. И нужно семь раз окунуться. То есть Божий человек посылает его к Богу. Он не принимает всю славу. Вы даже прочитаете, когда он получил деньги, принимает ему деньги, то Елисей говорит, уберись в барахло. Я даже ничего не сделал. Я даже не проснулся к тебе. Я даже не вышел к тебе. Я просто показал тебе место, где есть Бог, где Божье присутствие, где помазание, где с неба течет исцеляющий елей. Вот туда нужно пойти. Вот что нам нужно найти. Нам нужно найти место, где Божье присутствие. Как плохо, что вы сегодня не пришли на служение, что вы смотрите нас онлайн. Как замечательно, когда мы приходим на домашнюю группу. Кто может сказать аминь? И в этой домашней группе я посидел буквально часок и вышел другим человеком. Почему? Потому что там двое и трое собрались во имя Господа, и там был Бог. И я должен искать то место, где Божье присутствие. Там происходит исцеление. Там. Вот почему я здесь. Вот почему я ищу Господа. Потому что у меня есть тоже мое но. И у меня есть тоже мои пятна, которые не всегда делают счастливым. И еще слово что мне сделать, что мне сделать, что я должен сделать, если это выглядит глупо и страшно, я сделаю. нему не не иман, он пошел в страну, где было Божье присутствие. Но это еще не все. Потому что в Божьем присутствии тебе нужно еще что-то делать. Не только прийти в Божье присутствие, знаете как мы, мы знаем где Божье присутствие, мы пришли туда, ну все, давай. Мы так, мы пришли в собрание, так все, Божье присутствие, все, мы ждем, ну давай, проказа не уходит. В Божьем присутствии ты должен что-то делать. Что? Я так думаю, я должен в Божьем присутствии. Нет, нет, в Божьем присутствии ты должен тоже делать то, что скажет Бог. А что Бог сказал? Семь раз. А почему семь? Нам. Вы знаете, это тоже испытание веры. Мы же как хотим. Один раз пришел на молитвенное собрание. раз, а проказа не исчезла. Даже лучше не стало. Как была, так и осталась. Ты второй раз пришел на молитвенное собрание. Ну, ведь со второго раза, ну, должно же что-то измениться? Должно или нет? Ну, по идее же должно. ну, я же молюсь, я же пощусь, прихожу, смотрю, как было, так и ничего не поменялось. Даже распространилось еще на два сантиметра. Думаешь, Боже, 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 в Божьем присутствии. Третий раз. Ничего. А я-то думал, что, я-то думал, что оно потихоньку будет уменьшаться. Я так думаю, кто тебе такое сказал? Ну, кто тебе такое? Ну, я думал, ну, это ты думал. А что сказал Бог семь раз и она уйдет? Четыре, пять, шесть. Выходит, мама дорогая, кожа, как у младенца. найдите вот этого маленького ребенка, который плакал у нас и смеялся все собрание на руках. Смотрите свою кожу и его, только сильно не дергайте. И вы увидите разницу. Потому что Нейман вышел из воды и его кожа была как кожа малого ребенка. я так думаю. Нет. А что думает Бог? Вот что меня должно беспокоить. А как узнать, что думает Бог? как? Вы хотите знать, что думает Бог? Знаете, как пишутся книги? Мысли. Человек записывает мысли, которые ему приходят. Есть особые люди, одаренные. Они записывают, к ним приходят мысли, и они мысли даже в рифму. Они пишут стихи мысли. И если вы откроете эту книгу и вы в заглавии и вы увидите, посмотрите, четыре книги Моисеева, пять книг Моисея. Моисей записывал. А знаете, кто такой Моисей? Это человек, который пошел на гору и Бог сказал, я говорю, запиши. Бог говорил свои мысли Моисею, Моисей их записывал. Первые пять книг. Дальше книга Царств, книга Езвыр, книга Неемии, книга Исфиль, книга Иова, Псалтырь, удивительные песни, которые писали Божьи люди под вдохновением Святого Духа. И дальше книга пророка Исаии, книга пророка Иеремии, Иезекиля, Даниила, Осии, Илии, Амоса, Ионы, Михея, Наума, Авакумас, Афонии, Агея, Захарий, Малахии. Это все люди Божии, которые имели особое отношение с Богом. И Бог говорил им мои мысли. Я хочу, чтобы вы записали мои мысли. Для чего? Чтобы люди знали, о чем я думаю. Бог хочет, чтобы мы знали, о чем он думает. И нам нужно, знаете, чему научиться? Если подстраивать под Божьи мысли. А мы что пытаемся делать? Его под свои. Друзья мои, пусть Бог благословит. Вот сильное время. Я думаю, что это хорошее время. Встанем, помолимся на наши ноги. Мы затянули на 11 минут. Но я рад, кто не ушел. давайте мы помолимся. И знаете, я думаю, это важно, чтобы Бог навел порядок в нашей голове. Это важно людям научиться думать, как Бог. Спрашивайте в молитве. Есть какая-то ситуация. И вы думаете, что решение, оно будет вот так. Может быть. Но все же, я думаю, стоит перестраховаться. Спросить Господь, у меня есть эта ситуация. А что ты думаешь? А что мне делать? Искать его? И потом слушать, ждать. И будешь будешь на Божьем пути. Поверь, у Господа есть сценарий на твою жизнь, на каждую конкретную ситуацию. Он все держит под контролем. Он знает, о чем ты переживаешь. Он знает о твоих пятнах, о твоей проказе. И Он знает, как сделать тебя счастливым. Дорогой Господь,